Ученики собираются на площадке перед школой и с нетерпением ждут начала праздничной линейки. Уже завтра у них начнутся летние каникулы. А вот для выпускников последний звонок – момент волнительный. С этого дня их жизнь изменится. Последний звонок – это такой этап. Это, конечно, может быть очень утрированно, но как шаг во взрослую жизнь. Потому что сегодня наши официальные школьные будни заканчиваются. Мы начинаем выступать, готовиться к университету. И, наверное, я сегодняшний день связан с эмоциями такими, как волнение, счастье, какой-то, не знаю, кураж. Для кого-то линейка последняя, а кому-то заканчивать учебный год приходится впервые. Самые маленькие переходят уже во второй класс. Что такое школа, теперь хорошо знают. В школе всему учат. Ломанные линии, сантиметры, дециметры, логику развивать. Каждый день делать домашние задания. В этом году седьмая гимназия выпускает 47 ребят. Учителя признаются – все до одного яркие личности. Это вокалисты, танцоры, победители всероссийских конкурсов и олимпиад. В день последнего звонка заслуги ребят педагоги вспоминают с особым трепетом. Ведь любые сложности все эти годы преодолевали вместе. Семеро из них – это отличники, это золотые медалисты. И мы очень надеемся, что они подтвердят свои знания, уровень своих знаний на едином государственном экзамене, который начнется буквально послезавтра. Смотрю и не верю, что были такие маленькие, хорошенькие, а сейчас уже юноши, девушки, взрослые. Ну, конечно, желаю им всего хорошего. Я думаю, что они были хорошими учениками, они были замечательным дружным классом. И я думаю, что все у них в жизни получится. Наравне с родителями за выпускников переживают классные руководители. Семь лет назад они взяли на себя обязанность учить. Не только школьным предметом, но и жизни. Таких самых умных и самых-самых моих хороших. Поэтому грусть, конечно, но и в то же время счастье. Они стали взрослыми, они выросли, и они теперь идут в новую жизнь. Контрольные, лабораторные и школьные будни теперь позади. Последний школьный звонок прозвенел. Впереди поступление в высшие учебные заведения. С будущей профессией ребята уже определились. Во многом выборам обязаны школе. Буду держать курсы на морской институт, потому что у меня интересна эта профессия прежде всего. Собираюсь поступать на юриста. Действительно, школа помогла мне с выбором профессии. Многие учителя поддержали, посоветовали, помогли подготовиться к поступлению. Я поступаю на психолога. Она мне ближе всего. По моему так вот. Ну, как бы, ну, мне другая профессия бы не подошла, как психолог. Это кажется. На судоводителя, потому что мне нравится море. Ну, романтика все-таки. В ближайший месяц выпускников ждут испытания. Начиная с 27 мая им предстоит сдать обязательный ЕГЭ по русскому языку и математике. И еще нескольким предметам на выбор. По их результатам школьники смогут поступить в вузы не только Крыма, но и материковой части России. Анна Легосина, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя.